Привет, народ! Сегодня речь пойдет, как вы догадались, о флагмане от компании LG на 2017 год. Это модель LG G6. Давайте на нее посмотрим. Показывать комплект не буду, потому что у меня была уже распаковка на канале, сможете ее посмотреть. Сначала, наверное, начнем про позиционирование этого телефона. Это самая навороченная модель. Здесь самые последние фишки от компании LG. И это флагман. То есть это самый дорогой телефон компании, можно сказать. На данный момент в Российской Федерации он стоит 52 тысячи рублей. Найти его можно со встроенной памятью 64 гигабайта, но не стоит огорчаться. Если вам мало такой памяти, то есть слот сбоку. Здесь поддерживаются либо две сим-карты, две наносимки. У вас будет два разных номера, два оператора. Либо одну симку можно заменить на карту памяти. И расширить память таким образом. Поставить сюда даже еще 256 гигабайт. Поставили столько памяти, и этот телефон превращается у нас в нереальное мультимедиа устройство. Ну да, здесь крутой дисплей. Он 5,7 дюйма. Немножко нестандартное соотношение сторон. Потому что теперь дисплей у нас немножко вытянутый в этом году. То есть 2017 год, эра вытянутых дисплеев. Это на самом деле круто. Когда вы просматриваете какой-то контент, картинка выглядит просто потрясающе. Про игры ничего не могу сказать, потому что не все игры адаптированы под такое соотношение сторон. Ну вот начали про дисплей, про него и продолжим. Разрешение здесь 1440 на 2880. 5,7 дюйма. Довольно-таки комфортный дисплей. Но единственное, что мне не нравится, это, наверное, контент, который здесь воспроизводится. Он, соответственно, у нас не попадает на весь дисплей. То есть вот это YouTube, и никак нельзя все это дело увеличить, подогнать под размер дисплея. Если же мы будем закачивать какой-то фильм, клип на сам телефон, то при помощи плеера можно растянуть будет. Ну, на данный момент все выглядит вот так вот. Давайте закроем, выходим. Дисплей с поддержкой Dolby Vision, HDR, Always-On Display есть. Это маленький дисплей, который у нас светится в ночное время. И на самом деле я не понимаю, как он работает, потому что это у нас IPS LCD дисплей. И на нем работает Always-On Display. Как такое сделали, не понимаю, но круто. На самом деле очень удобная фишка, когда у тебя часы постоянно светятся. Тебе не нужно разблокировать телефон, либо смотреть это на своих часах. Просто посмотрел на телефон и узнал, сколько времени. Ну и плюс всевозможные уведомления тоже высвечиваются. Вот этот сам дисплей защищен на передней стороне. Корень горелого глаз третьего поколения. Вся передняя сторона, она у нас стеклянная. Да, именно третьего поколения. Задняя сторона, теперь это модно, она у нас тоже стеклянная. И это корень горелого глаз пятого поколения. То есть, если мы телефон, получается, будем ронять, и если он у нас это сделает слишком сильно, то она у нас потрескается. Но не тут-то было. Все-таки LG предупреждают, что, чуваки, ваш телефон будет немножко противоударным. И мы его проверили. Таким образом, его можно не бояться. Ну, уронить на деревяшку, понятное дело, можно не бояться. На асфальте я пробовать не буду, потому что не хочу его покоцать. Цветы я вам сегодня показываю. Называется он платинум. Мне лично нравится больше всего черный, потому что он не такой, получается, яркий. И все вот эти камеры, датчики, они прямо сливаются с корпусом офигенно. И на передней стороне дисплей-то у нас черный, и с черными рамками он выглядит как бы лаконично. В таком исполнении мы же с вами видим, понятное дело, рамки минимальные и экран. Илья, почему у тебя платинум, и тебе нравятся черные? Ну, ребят, все потому, что этот телефон не покупал. Пройдемся немножко по разъемам. Это слот для сим-карты и карты памяти. Он у нас водонепроницаемый. Это, кстати, да, главная фишка телефона тоже, что здесь IP68, с телефоном можно нырнуть в бассейн, утопить его в речке, куда еще с ним, не знаю, поплыть. Я вот с своим телефоном плавал в озере. Все нормально. Можно затопить на один метр, и он там может пролежать 30 минут. С ним все будет нормально. Снизу находится динамик, и к нему вообще отдельный разговор. Он здесь очень громкий. Со звуком LG поработали добротно. Посерединке USB Type-C. Как у всех, он немножко несимметричен, но это, видимо, из-за внутреннего расположения компонентов. Дальше вот эта перемычка относится к антеннам. Микрофон. Здесь, кстати, два микрофона с шумоподавлением, и нам обещают просто офигенное качество звука при съемке, к примеру, видео. Но это вы еще послушайте. В конце ролика будут примеры видео. Второй микрофон и джек 3,5 мм. То есть наушники мы должны вставлять, получается, сверху телефона. Лично для меня это немножко неудобно, потому что я когда, ну, хожу с телефоном, к примеру, я что-то здесь делаю, наушники, если у меня сверху, то мне приходится телефон, обычно кладешь вот так вот, а тебе нужно его будет разворачивать и класть как бы верхом наверх. А это немножко непривычно для меня. У меня получается более привычная атмосфера, когда у тебя наушники снизу, и ты вот так вот прямо его засовываешь, и наушники отсюда идут. Алло. У нас с другой стороны находятся клавиши управления громкостью. Чего про них разговаривать, они обычные. Заднюю панельку сделали, конечно, очень интересной. Посерединке у нас находится сканер отпечатка пальцев, и он находится в очень удобном положении. Ты всегда можешь просто вот обычно держишь телефон, приложить палец и его разблокировать. Также это клавиша включения, она у нас механическая, нажимается. Можно разблокировать телефон таким образом, то есть нажимая на заднюю клавишу, можно еще вторым способом удобным, просто тапнуть по экрану, его разблокировать. Чтобы заблокировать телефон, можно нажать либо заднюю клавишу, либо также тапнуть по экрану. Сейчас мы его разблокируем, то есть экран у нас работает в любое свободное место, и он у нас засыпает. Это сделано очень удобно. Дальше сверху находится 13-мегапиксельная камера, она у нас двойная. Можно это назвать системой камер, которая дает нам либо обычный вид, либо супервью. Это уже все в настройках камеры переключается. Посерединке между камерами находится двойная светодиодная вспышка. Работает как фонарик, либо освещает все, что вы фотографируете. Не, ну по дизайну, по сравнению с прошлой моделью G5, здесь телефон хочется держать в руке, им пользоваться и вообще его купить. Блин, он очень крутой. из-за соотношения сторон, что теперь, смотрите, здесь нету клавиши, хоум никакой, дисплейс здоровенный. Теперь все вот эти клавиши, которые раньше у нас были сенсорные, и они все равно попадали на экран, то есть он был меньше, теперь это все раздвинулось, и здесь намного больше всего влезает. Пожалуйста, блин, смотри видосы, листай в социальные сети. Отдельного, конечно, стоит прослушивание музыки и просмотр видео на этом телефоне. Вы не думаете, что я его буду постоянно хворить, его можно и поругать, ну как такое, блин, LG можно было сделать? Не сделать поддержку видео на весь экран. Что это за рамки? Ну хотя бы какую-нибудь клавишу сделали бы, чтобы в полный экран. Может она, конечно, и будет, но сейчас я ее не нашел, ее просто здесь нет. Что касается аудио части, здесь цифроаналоговый преобразователь Hi-Fi Quad. Он делает у нас звук чистым и ясным, таким же, как его задумывал сам композитор. Я, конечно, не аудиофил, но все зависит, конечно, еще от наушников, на которых ты будешь все это дело слушать. Что касаемо музыки в самом телефоне, что вот можно сейчас послушать, офигенно громкий динамик. Вообще, если вы любите громкий динамик, не прогадаете. То есть запускаем, делаем погромче. Микрофон стоит далеко. Сейчас с Металликой играет. Очень громко. Притом, при первом взгляде на динамику, там такое ощущение, что он такой глубокий. Где-то там внутри находится, такое ощущение, что прям еще такое эхо дает нереальное. Звучит очень достойно и очень громко. Порадовалась его штука, что после того, как ты подружишь его с водой, например, не знаю, скупаешь, что-то еще сделаешь, динамик сразу начинает работать и не хрипит. Теперь поговорим про вот эти вот камеры двойные. Давайте запустим камеру. Значит, в обычном режиме, сейчас у нас стоит обычный угол обзора, получается, как написано, 71 градус. Как видите, я туда не влезаю. Здесь мы вот так вот сделаем. Хопа! Широкоугольный, 125 градусов. И разница чувствуется. Мне кажется, что, ну, в принципе, вот такой вот, как он там, обычный 71 градус. Можно вообще убрать и фотографировать постоянно, снимать видео на широкоформатном. А все это достигается при помощи вот этих маленьких двух камер. Такой же режим SuperView работает и в портретном режиме. То есть обычный, если требуется снять что-то красивого с зумом, очень классно снимает в обычном режиме. И SuperView, если вы собираетесь без зума снимать, потому что зумом, в общем, смысл этим пользоваться. Какой-то красивый ландшафт, пейзаж, и выложат все это дело в Instagram. В настройках видео можно выставить Ultra HD соотношение 16 на 9. Сейчас стоит у меня Full HD обычный. Можно поставить 60 кадров в секунду. Есть Full HD соотношение сторон 18 на 9. То есть это соотношение именно этого смартфона. Обычно у нас, ну, на телеке будет смотреть там 16 на 9. А если выходить именно под смарт, что-то снять, то нужно ставить 18 на 9. Есть интересный режим Еда, который у нас повышает насыщенность цветов. Это все предустановленные режимы. Таймлапс, замедленная съемка, клипы, коллаж, автопанорама, панорама 360. Съемка Еды повышает насыщенность, контрастность и фотки более-менее привлекательными становятся. Плюс можно двигать ползунок температуры. Ну и теперь можно поговорить про производительность. Здесь 4 гигабайта памяти достаточно. Процессор 821. Не создан для того, чтобы бить рекорды какие-то, но для работы самое оно. У меня есть папка со скриншотами, я провел тесты. 142 тысячи очков в Antutu и в Geekbench пожалуйста, вот такое количество очков. Для работы самое оно. Не самый мощный смартфон, не самый слабый. Нормальный флагман 2017 года. Про программную часть. Работает смарт на Android 7.0. Работает стабильно. Мне понравилось. Нигде не тупит, ничего не лагает. Все супер. Закрывается, открывается, анимация приятная. Оболочка такая называется LG UI 6.0. Ну, по связи вы, наверное, могли догадаться, что здесь есть много всего. Есть и Wi-Fi, который поддерживает еще и протокол AC. Bluetooth здесь версии 4.2 с APTX HD. Такая технология, когда вы слушаете по Bluetooth в наушниках, которые тоже поддерживают, там прям минимальная задержка и, ну, реально, разница есть. Ну, без GPS уже никуда. Это полноценный инструмент для путешествий. Вот эта вот нижняя полоска с клавишами будет практически всегда в меню видна. Если же мы захотели, ну, например, сейчас, где у меня тут галерея, заходим и запускаем видео. Это у меня загруженное из интернета видео. Это не предустановленное. Так, разворачиваем. То видео у нас во весь экран идет. И это радует. Это видео в разрешении Ultra HD я скачал. Там с максимальной детализацией. Ну, выглядит круто. Плюс нам предлагают перейти на новую уровень игрового процесса с технологией вулкан. Давайте это и сделаем. Запускаем Real Racing 3. Замерил температурные режимы. В первой гонке мне показалось 37,5 в районе камеры. На второй гонке 38 показалось. Но греется в районе как раз сканера отпечатка пальца. Значит, смотрите, здесь мы играем. Черные рамки у нас по экрану есть. Можно все это дело промасштабировать. Давайте вот так сделаем. Нажимаем сюда и включаем во весь экран 18 на 9. Нажимаем ОК. Здесь как-то уже совершенно другие ощущения, что блин, ты прям в игре. Ну, для игр телефон, конечно, прям мега супер круго. Очень плавно Real Racing 3 идет. И плюс это все можно еще на телек вывести. Ну, вот в играх работает эта функция по увеличению, а, к примеру, в YouTube она просто не вылезает. Ну, вот так вот. Ну, это, кстати, будет происходить с каждой игрой. Если вы открываете, видите вот эти вот рамки, то нужно вот так потянуть вниз, нажать и изменить соотношение 18 на 9 на весь экран. После этого, ну, вот видите, немножко здесь, по-моему, что-то не помещается. Вот здесь, смотрите, что-то заезжает, но это просто такая адаптация. Поехали. Хотя здесь нормально. Вот, можно во весь экран играть. Немножко масштабируется. Эх, все-таки круто. Есть, кому интересно, игрушка Earn2Dye называется. Надо и ездить, и давить зомби. Значит, на нее подсел. Есть замечательная папочка управления. Здесь находится LG Mobile Switch для перекачки информации. И еще проложение, которое обслуживает телефон, оптимизирует его работу. Вот эти все нижние клавиши можно настроить, поменять местами. Все это делается уже индивидуально себя. Обожаю, когда менюшка просто вот так вот списком идет. Можно сделать еще вкладочки вот здесь вот поменять. Не знаю, мне такое просто не нравится. Надо, видите, в бок листать. Просто делаем списком. В меню уже можно настроить, ну, например, в дисплее, здесь, смотрите, масштаб приложений. Сразу именно здесь настроить каждую программу, чтобы она была у нас под полный экран. Чтобы вот не делать, так каждый раз заходить, потом менять масштаб, сразу здесь сделали и все. Понятное дело, что OS1 дисплей можно выключить. Сенсорные кнопки главного экрана. Вот она, комбинация кнопок. Как раз настраиваются вот эти самые нижние клавиши. Максимально их будет 5. Можно клавиши назад, к примеру, сделать посерединке. Это будет, скорее всего, удобней. Теперь все это дело сворачиваем. И вот они у нас, клавиши управления. Смена симок, потом небольшой скриншот, на котором можно написать. Очень нравятся такие вот закругленные края дисплея. Красиво все выглядит. Социальная сеть, круто смотреть. Вообще, телефон приятно пользоваться. Как говорил, по сравнению с G5, прям вообще вперед пошли. Прям дельные вещи начали делать. Очень круто. Можно одновременно пользоваться двумя приложениями. Во-первых, если мы заходим в Play Market, то можно одновременно открыть какую-нибудь галерею. Смотрите, что происходит. Нажимаем на клавишу удерживаем, открывается выбор вторых приложений. И вторым я хочу, к примеру, открыть галерию. Опа, я могу находиться и здесь, и здесь одновременно. И при этом регулировать объем окон. Что мне нужно? В одном я, к примеру, листаю инстаграмчик, в другом я сижу в интернете. Очень удобная тема. Даже могу здесь видео запустить. Пожалуйста. А здесь продолжать скачивать какие-то приложения. Немножко еще близких видов. Это у нас разговорный динамик, всевозможные датчики, фронтальная камера, которая умеет тоже делать ультравайт. Мне немножко не понравился вот этот закругленный дисплей. Если вы присмотритесь, вот прям совсем присмотритесь, он сделан не совсем как бы плавно. То есть ближе вот здесь вот к леву, к изгибу, он получается такой немножко прямоугольный. не совсем круг вырисовывается и такое практически на всех углах происходит. То есть не совсем он кругленький, такой резанный. Ну вот, посмотрите. Надеюсь, может, увидели, а может, не увидели. Это не критично, но если присматриваться, это все видно. На нижней части располагается шильдик LG. Давайте все это закроем. даже камера включилась. Ну ладно. Здесь на верхнем баре можно включить сразу Hi-Fi Quad DAC и таким образом у нас будет супер мега звучание, но это работает при подключении колонок либо наушников. Мнение по телефону такое. Не самый лучший дизайн на рынке, и будем говорить это честно, на любителя по оболочке, по оснащению, по дисплею 52000 стоит, не стоит решать вам. Аппарат занимает достойное место в выборе каждого человека, если вам нужен мощный современный смартфон. Есть из чего выбрать. И здесь уже кому что нравится. Может кто-то питает просто любовь компании LG. Может у нее телевизор LG, микроволновка LG, стиралка. И вот телефон он тоже любит LG. Я начал интересоваться LG-шными телефонами, начиная с G4, потому что он выглядел довольно-таки круто. G5 скажем так это был чистый эксперимент модульной конструкции. Так вот G6 пожалуйста готовое решение которое монолитное и с большим экраном. они сделали это можно сказать практически первыми в этом году. Спасибо что досмотрели. Делите своим мнением там в комментариях. Не забывайте оценить ролик. И ждите новых видео. Давайте ребят. Пока. камеру там выключить надо. пока. Так сейчас протестируем камеру LG G6 в разных условиях. Например вот макро. Сейчас я экраны не касаюсь. И навелся. Теперь обратно. Так все классно. Давайте подходим сюда. Ну-ка макро навелся. Хоп. Ну нормально. Смотри туда-сюда. Бустинка бегает. Так теперь сразу на небо. Эх красивое сегодня небо. Солнышко. Ну ка увеличим солнышко. Оно где-то у нас здесь. Но это слишком ужасно выглядит. Ничего страшного. Широкий угол сразу включаем. И дайте попробуем теперь на широком угле макро сделать. Вот к примеру освещение освещение листочек. Ну помогу я на широком угре макро не работает. Окей. Дайте туда. На обычном помогаем телефону. довольно-таки сложная тема, потому что листочек маленький. Сфокусировался на забор. Давай-давай-давай. Не хочешь что-то на забор. Давайте помогу ему. Хоп. На забор сфокусировался. Отлично. А это уже фронтальная камера. Сейчас обычный режим стоит. Смотрите немножко еще уменьшаем. А в этом режиме зуммирование не поддерживается. А если вручную поддерживается. Сразу как много всего влезает. Обычный white. Обычный white. К обычному не хочется возвращаться. Вообще нужно отсюда убрать. Потому что white это очень круто. Смотрите на вытянутую руку и прям классный задник еще нужен сзади. Ну очень хорошо камера реагирует. Даже фронтальная на свет. Смотрите очень видно все небо. Опять я. Привет. Ну все. Здесь он ничего не фокусирует понятное дело. Класс. Попробуем еще в темное время суток. Вот кстати еще классный тест. Смотрите у меня вот здесь солнце прямо сзади меня и полностью светит на камеру. В это же время меня остается видно. Это очень круто. По крайней по отображению на дисплей телефона то что я сейчас вижу. Тоже тест основной камеры с этим солнцем. Сейчас посмотрим как так будет видно. Сейчас в тени на солнышке. В тени на солнышке. Где у нас тут яркое солнышко? Давай мы тебя летели на солнце. чего делаем white. Пишите в комментариях как вам качество картинки. Я еще даже не смотрел. Тестируем качество микрофонов. Сейчас дует небольшой ветер. Я помолчу. Послушайте птичек. основная камера стабильная съемка включена. То есть стабилизация. Она называется здесь стабильная съемка. Иду рука немножко шатается. Обычный поход ничего такого супер экстра ординарного нету. Попробуем как раз еще заодно макро. Хопа. Ну и такую же походку протестировано на фронтальной камере. По мере как это выглядит на дисплее мне нравится. обычная походка. немножко побегаем. Ладно давайте включим. Съемка в плохом освещении от одной лампочки. Сами видите. Сейчас посмотрите как все это дело смотрится. Вот я. одна лампочка на улице. Кстати еще луму могу показать. Вон она. Сейчас приблизим. Опа. Ух. Какое приближение. Вот так. Наст Brasil. Даete вот так. А арест арест кое- Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok